Муниципалитет приложит все усилия, чтобы в следующем учебном году вернуть бесплатные обеды для школьников из многодетных семей. Об этом рассказали в департаменте образования. До последнего времени Саров оставался единственным городом в регионе, где такие семьи получали две формы поддержки. Областную льготу в размере 792 рублей по линии соцзащиты и бесплатное питание в школах. Муниципалитет до последнего, как только мог, держал льготирование многодетных семей. И пришло то время, когда муниципалитет этого делать не может в силу норм закона. Речь идет о постановлении правительства Российской Федерации номер 232 от 3 марта 2018 года. Документ ограничивает полномочия муниципалитетов в области финансирования социальных обязательств. Тем не менее в Сарове удалось сохранить бесплатные горячие завтраки для всех категорий школьников. А сегодня прорабатывается механизм и для возвращения бесплатных обедов для детей из многодетных семей. В данный момент муниципалитетам прорабатываются все возможности для того, чтобы многодетные семьи поддержать с 1 сентября 2019 года. Мне хотелось бы, чтобы родители многодетных семей набрались терпения. А у муниципалитета и у депутатов была возможность за эти полгода грамотно, спокойно подготовить нормативную правовую базу, которая позволит нам вернуть все на круги свои. Стоимость одного обеда 70 рублей в месяц. Это порядка полутора тысяч. Предполагается, что в следующем учебном году обеды для школьников из многодетных семей будут предоставляться на условиях софинансирования средств родителей. Половину суммы покроет региональная льгота, которую получают такие семьи. Те самые 792 рубля. Оставшаяся часть будет компенсирована из городского бюджета. Орган местного самоуправления, которым является городская дума, рассматривает возможность издать документ, на основании которого мы сможем, возможно, еще раз подчеркиваю, говорю очень осторожно, но постараемся доплачивать некую сумму для того, чтобы покрыть полностью затраты на обеды для многодетных семей. Проработкой соответствующих нормативных актов и механизма предоставления льготы займется уже созданная при городской думе рабочая группа, в состав которой вошли депутаты и представители администрации.